здравствуйте подписчики и не только сегодня вас буду знакомить с колерами которые используют составах для окрашивания своей лозы первое что хочу показать это эмаль перламутровая из линейки vgt здесь цвет гранат здесь цвет золота для наглядности хочу показать какие из них получаются изделия вот здесь цвет золота пробовала листик здесь золото разное поскольку золото может быть различных оттенков вот вам для примера ведь какое разное золото бывает так ну и конечно же покажу гранат потому что этот цвет всем цветам цвет люблю плести вот такие миниатюр очки вот первое изделие из эмали вот такого цвета vgt гранат и вот последнее изделие обзор будет у меня на канале есть также в этой линеечке есть хамелеон перламутр вот такой вот дальше бронза очень красивый поднос у меня тоже есть обзор на канале вот такого цвета и серебро это эмали вгт далее в своей работе использую если вы видели у меня красивые красные изделия на канале краску текс пишется краска профи здесь внушительный объем и достаточно доступная цена вот красный номер один также поскольку я очень люблю красный цвет своей работе использовала колеры много красных но те которые проверенные вот из бренда альпина красный вот сюда поставлю и у меня продается такая колеровочная паста старт она похожа на polish и многие другие сафора значит и вот здесь тоже номер 7 красный все изделия красного цвета у меня колерованы именно вот этими цветами дальше пробовала взять вот такой универсальный пигмент бронзовый но он совсем не бронзовый коричневый поэтому вот этого производителя какие-нибудь невероятные цвета не советую не то что они заявляют далее в моем регионе продается очень много продукции производителя альпина значит вот по альпине выгодно большая емкость вот колер хороший вот одну такую же белую емкость я использовала значит здесь альпина вот такой приятный цвет то что они здесь заявляют мы будем условно его назвать бежевым синим голубым да и и белым колер хороший его рекомендую и можно пользоваться не подведет следующая линейка тоже в моем регионе продается это снежка польский производитель вот мне очень нравится снежка брала различные вот два оттенка желтого ну и на каждом коле написано при добавлении одного трех там или десяти литров видно как меняется цвет всегда на это обращайте внимание вот мы желтенький снежка дальше зеленый пробовала хотела прошлом году сделать елочку дальше коричневый цвет коричневый мне не очень понравилось сейчас покажу кого будет коричневый еще один зеленый брала разные оттенки это все мои эксперименты и после эксперимента вот такое огромное количество колеров остается это черный цвет но с черного в серый можно уйти и три цвета фиолетовые синие и так далее ирис цвет здесь тоже на каждом колере на есть такая линеечка шкала до зависимость того сколько вы будете добавлять состава либо эмали либо еще другого состава который разбавит его в нашем случае может быть даже и воды вот получите такой-то результат это было сиренево фиолетовое это синие дальше ну вот еще интересный вариант я его не пробовала просто был на акции это альпина альпина уходит с нашего рынка поэтому в остатках распродажах был розовый всем понятно что розовый получить можно иным количеством способов добавить в эмаль любой капельку красного цвета да вот либо морилки махагон добавить либо маленького бордо или слива в новую тхими добавить белую эмаль и получим розовый но если было не очень то и дорого я делаю еще вот такой-то состав вот такие интересные составы вот такой цвет я купила по совету хороевой она берет из этого производителя это окраски для художников по ткани по коже рисуют да вот я брала для того чтобы сделать трубочки по принципу и по мастер-классу хороевой вот вот этим вгт колером но я еще не пробовала просто очень понравился цвет так и самый распространенный кулер который у меня в магазинах продается это старт я уже показала его красном цвете вот старт есть цвет слива такой цвет есть у морилки но бытхин слива точь-в-точь буду ставить здесь дальше коричневый вот я брала два коричневых снежка и старт этот колер поинтереснее так апельсиновый вот просто заразительный цвет был я его купила но еще ничего не плела так дальше зеленый это просто зеленый классический плела лаванду и мне нужен был очень зеленый цвет дальше паста колеровочная ирис очень красивый цвет здесь так и пишется ирис и он и есть ирис далее синий сиреневый вот я им делала лаванду серо-голубой красивый цвет просто если вы будете мешать все эти цвета с эмалью я приняла такое решение уходит эмаль пачкается все вокруг и вы все равно не добиваетесь этого цвета если есть у производителя то не надо изобретать велосипед и черный здесь превосходный черный цвет дальше еще не так много но есть производитель лакро я купила у нее был персиковый цвет превосходный персиковый цвет он мне очень понравился сейчас попробую посмотрю но это один из вариантов персикового цвета это очень нежный очень бледный лакро запоминаем производителей это то что проверено и у вас в россии скажем так больше распространен палишь я брала цвет и не я все старалась получить красивые белые трубочки добавляла вот честно сказать как говорят плитоны не зашло вот в это бесполезная покупка поэтому если будет стоять выбор покупать не покупать не покупать вот этот из всего что я показала вот это не покупать еще у производителя полишь есть вот в такой емкости вдой парке называться они до вот такие красители ну я думаю что в них удобнее хранить они занимают меньшее место тоже скажем так я позарилась на название здесь был название арктический лед он зеленцой вот из честно обычно зеленый цвет я так поняла них очень много красивых названий и очень много вот этой линейки красителей а это у меня краситель вот здесь название секундочку не агара по сути дела этот свет синим оттенком написано что это гель открывала жидкий гель скажем так очень жидкий ну пусть резерве стоит вот загорелась не хотя я их еще не пробовала тоже имеет место быть девочки пробовали делились сказали нормальный и не очень презентабельно хрань вот в таком виде покупала набор о плите красиво болтики покупала набор кожи марилку сафору и вот так они мне продали красители я к ним обращалась сказала скажите то есть они покупают больших объемок и пасуют по пакетикам и вот здесь какой-то вот у них стоит номер не очень-то красиво я думаю можно было напечатать на принтере написать красный синий зеленый черный например да мне этот номер или артикул ни о чем не говорит я покупала год назад вот они мне так лежат это хороший способ хранить красящие составы но до сравнить вот вот это и вот это и долго буду вспоминать что-то из-за цвета пока не попробую и